Каждый мужик должен уметь хорошо бегать, ведь уличная драка с бегуном самая сложная. Если ты сильнее, хрен догонишь, а если слабее, хрен убежишь. А вот рефери в ринге не бегает, а следит за тем, чтобы бойцы не превращали поединок в уличный Mortal Kombat. Ведь частенько бывает, что в состоянии дикого вепря, боец перестает соображать и просто хочет убить противника. Но такая работа рефа очень непроста, ведь он также может стать жертвой агрессивного бойца. А вот тогда возникает дилемма, или отхватить по башке, или драться самому. Что кстати у рефери получается довольно неплохо, ведь в своем большинстве они в прошлом тоже бойцы. Приветствую вас разъяренные хомячки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на зарубу рефери против бойцов. Мой дед говорил, если баба не выносит мозг, проверь у нее пульс. А тренер говорил, если боец хочет убить противника, проверь у него мозги. В нашем случае так это точно нужно сделать лысому беспредельщику. Мужик так увлекся, что хотел просто убить уже не защищающегося противника, даже отталкивая рефери, который пытался его утихомирить. За что после боя справедливо получил от команды соперника по лысине. Нужно всегда быть собой, ведь остальные роли заняты. Но когда ты бешеный отмороженный бизон, то лучше быть бойцом с правильными понятиями. Но видать Ахмеда Альдармакии в его Арабских Эмиратах таким понятием не научили. Ведь в поединке против Богдана Кириленко из Узбекистана, он слишком уж усердно хотел задушить соперника и не реагировал на его сдачу и команды рефа. Который в свою очередь сделал ему еще ряд замечаний. Что очень не понравилось Ахмеду и он даже наехал в ответ. Но самое интересное, то что маленького душителя дисквалифицировали, а победу отдали Богдану, который сдался. За каждым мужиком, который добился успеха, стоит довольная жена и удивленная теща. А за спиной каждого бойца стоит суровый реферик, который не дает превращать поединок в битву шимпанзе за самку. Именно так себя повел Натиас Фредерик, которому удалось провести отличный левый хук Ахмаду Асвату и отправить того в нокаут. Но мужику показалось мало, и он решил добить лежачего противника. Что и вынудило умелого рефа провести нокаутеру удушающий, который сразу его успокоил. Мужику планировать отпуск очень легко. Начальник говорит, когда, а жена где. А вот бойцу порой бывает очень тяжело, особенно когда против тебя полностью отмороженный бычара. Мужик на приветствии перед боем сразу нанес удар в голову, за что его уже нужно было дисквалифицировать. Но ему дали драться, и он победил. Но опять-таки хотел убить соперника в нокауте. И только удушающий от рефери его остановил, но не успокоил, пока не подоспела охрана. Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих советов, так же и с победами. Но иногда победа ученика вызывает больше радости, чем собственная. Вы наверняка все помните момент, когда Конор Макгрегор забежал в клетку поздравлять своего подопечного, за что получил от рефери замечание Ильища. После чего началась потасовочка, пока Конора не выгнали с клетки. Когда ловят рыбу, это спорт. А когда об этом рассказывают, фантастическая поэзия. Так же и в боях. В общем-то это спорт. Но когда драка после гонга, уже мордобой. Ну а какой мордобой мог устроить всем вам известный дацик в молодости, знают все. Не обладая особыми навыками и техникой, рыжий Тарзан обладал бешенством, которое в этом бою проявилось. Проиграв поединок Каркельи, при том, что грузин был гораздо легче, дацик, держась за глаз как пират, которого взяли на абордаж, пошел в последний бой отомстить за поражение. Но мастеровитый рефери угомонил дикого повелителя обезьян и не допустил беспредела. Храбрость. Это не отсутствие страха, а его контроль. А в боях нужно контролировать не только страх, но и жажду крови. В этом бою парень провел отличный удар через обманное движение в ноги и наглухо вырубил противника. После чего еще пару раз его добил, полностью выключив всю навигацию. После чего побежал праздновать. Но проигравший воин вертел в затуманенной голове слова тренера о том, что нужно драться до конца, и решил побороться с рефери, который его так же победил, но уже удушающим. Охота становится спортом, когда заканчиваются патроны, а кабан еще живой. А бой продолжается, пока ты можешь драться, и не важно с кем. Когда Нэм нокаутировал Спрингса, мужик как настоящий боец не сдался, а продолжил поединок, только уже с рефери, которого отлично задушил. Вот только жаль, что это уже никто не оценил, и медальку за это не дали. Чем больше человек имеет в себе, тем меньше ему нужно извне. Так же и с бойцами. Чем больше они уверены в себе и своих силах, тем меньше им нужно поддержки и похвалы от других. Но бывают и такие бойцы, как Майкл Пейдж, который уверен в себе максимально и чрезмерно. Так уверен, что полностью презирает и не уважает своих соперников. А в этом бою не повезло Ричарду Гиллу, который даже показал среди боя Венуму средний палец, за что получил замечание от рефа. Но так же замечание получил и Пейдж, чем был очень удивлен. Немного позже рефери даже снял с Венума очко за неспортивное поведение, чем удивил его еще больше. Ну а после красивой и издевательской победы Венума у него с рефери произошла неприятная беседа. А кто в этой ситуации прав, решайте сами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как относитесь к беспредельщикам в ринге и кабаках. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.